Но что мне еще? Что мне еще стало очевидно? Стало очевидно, что это банда, которая узурпировала власть в России. Это банда во главе с Верховным Паханом. Чисто банда. Беспросветная. И кто меня еще поразил? Это Дмитрий Медведев. Казалось же нам когда-то либерал. Обама говорил, да ну это ж хороший парень. Он смартфонами интересовался, сколка водил, на дождь ходил. Мне все тут говорили, да ты знаешь, Дима Медведев, он такой. Людмила Нарусова, помню, мне рассказывала, супруга Анатолия Собчака, что Дима, его больше всех любил, Анатолий Александрович Собчак. Это же все студенты Собчака. Какую зубодробительную, гадкую, мерзкую, подоночную речь он произнес про Украину. Какая ненависть к Украине? Откуда у этих людей такая ненависть? Что им Украина сделала? За что? Почему? Но потом все стало на свои места, когда я увидел обращение Путина к россиянам. Оно было ко всему миру обращение. Фантастическая история. Человек в ярости был, в ярости от того, что это Украина. У меня такое впечатление было, он говорит как о девушке. Вот знаете, вот он хотел от девушки взаимности, а девушка его не хочет. А он, нет, ты будешь моей. А она говорит, нет, не хочу. И он, все равно я тебя поймаю, все равно я тебя изнасилую. Все равно моей будешь. Маньяк, чистый маньячила. Он так злился, он так говорил об Украине с такой ненавистью. Начал говорить, Ленин сдал Украине все, потом Сталин. У него в голове просто пересношались Ленин со Сталином и тараканы с мышами. У меня такое впечатление. Полное непонимание реальности. Это говорит человек... Это говорит человек в 21 веке. Человек, который знает, какой террор был на территории Советского Союза. Как убивали миллионы людей за то, что они мыслили не так, как это быдло, которое захватило власть. И он об этом говорит. Он говорит, вот они устроили декоммунизацию, я вам дам декоммунизацию. Скотина ты. У тебя в центре столицы твоей России, в центре Москвы, кладбище этих подонков, которые уничтожали миллионы людей. И главный лежит в мавзолее мумия, исслевшая его. И на нее ходят смотреть миллионы россиян. Детей водят. И никому не приходит в голову, что это святотатство, когда в 21 веке лежат мумии в центре столицы большой страны. Декоммунизация ему не нравится. А то, чтобы наши дети ходили по улицам людей, которые убивали миллионами, ему нравится? А то, что в российских городах везде этот Ленин дебильный стоит с этой рукой, протянутой вперед, который виновен в массовом геноциде населения, ему это нравится, он хотел, чтобы и у нас такое было. Мы этого не хотим. Мы ни Ленина не хотим, ни Сталина не хотим, ни Путина не хотим. И я вам скажу больше. История поступит с Путиным точно так же, как поступила с Лениным и со Сталиным. История поступит с Путиным.